Сегодня мы с вами обсуждаем следующую ситуацию. Вы проводили обработки вашего виноградника, тем не менее, обнаруживайте на нем болезни. Например, нильзю на листьях винограда, либо аидиум на ягодах. Почему это произошло и что делать в этом случае, мы с вами обсуждаем в данном ролике. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделию зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, самое первое, что мы с вами должны понимать. Ни один препарат, ни одна схема нам не даст 100% защиты. Это не секретная информация, об этом говорится в исследованиях. И нормальный уровень защиты – это 90% с хвостиком процентов. Но все равно еще остается некоторая часть вероятности того, что наши растения заболеют. Так а зачем тогда обрабатывать, скажете вы? Потому что на 90% мы их защитили. И если у нас вылезет маленькое пятнышко нильдию, или одна ягодка заболеет аидиумом, это не целая гроздь и не целый куст. Это все-таки разница. Второе. Мы вроде бы обрабатываем, вроде что-то делаем, обнаруживаем болезни на нашем винограднике. Вот я помню, что в прошлом году, вот кто-то мне все писал, что ваша схема не сработала. Напомню, пункт первый. Раз. Второе. А работали ли мы по схеме? Вот это очень важно, потому что бывает, что некоторые винограды, они обрабатывают, то есть обработки ведутся, профилактическая работа ведется, но она ведется хоть как. Когда я вам рассказывала, что перед цветением нам надо обязательно обработать виноградник, какие были комментарии? А зачем? До созревания еще долго. А затем, что есть определенный цикл развития вот этих патогенов, вот этих грибков, которые вызывают заболевания. И воздействовать на них нужно вовремя, а не тогда, когда нам захотелось. Вот разберем с вами мильдиум. Какой бы препарат вы ни взяли, какую бы инструкцию ни почитали, нам надо обрабатывать вот перед цветением, либо в самом начале цветения, и потом две обработки, они называются блоковые, с интервалом 10-14 дней. Если мы этот интервал увеличиваем по каким-то причинам, по любым, да, потому что нам не хотелось, потому что у нас не было времени, потому что мы уехали в командировку, причины могут быть абсолютно разные. Но если мы этот интервал не выдержали, а обработали позже, то да, уже обработка может не сработать. Особенно, если стоит так называемая грибная погода. Вот у нас сейчас просто идеальная погода для мильдиум. Жарко и периодически идёт дождик. Вот мильдиум просто сидит и ждёт, и потирает свои лапочки, да, что вот такая погода, и начинает развиваться. И может быть даже так, вы обработали, а через два дня на винограднике увидели следы мильдиум. Почему так вышло? Обработка не сработала. Обработка работает на профилактику. Тоже просто запомните это на профилактику. И от момента заражения до того момента, когда мы глазками увидим, вот эта самая мильдиум на наших кустах, проходит некоторое время. Это не случается. Одномоментно грибок попал, да, и тут же мы его увидели. Нет, проходит время. А препараты действуют на определённом уровне. Конечно, всё равно, если вот мы такое обнаруживаем, вот опять же, вот этот пример, да, вот этого листочка, здесь мильдиум уже подожжённое, да, оно не бело-пушисто, а оно такое подожжённое. То есть препарат сработал, обработка сработала, но она не сработала на 100% так, как бы нам хотелось. И мы понимаем, что вот мы эти интервалы пропустили, а нам надо чётко работать по ним, вот тогда и будет эффект. Если мы обрабатываем хоть как, эффект, конечно, тоже будет, но несколько меньше. Ещё касательно мильдиум, в принципе, похожая ситуация будет и по аидиуму. Сколько дней прошло от обработки? От последней. Если прошло 14 дней, ну, ребят, всё, опять же, читаем инструкции к препаратам. И в большинстве препаратов, в большинстве, вы увидите, период защитного действия 10-14 дней. Это, кстати, причина, почему мы работаем блоком. Почему вот этот вот волшебный интервал, да, 10-14 дней. Но, опять же, если мы вот такой сделали блок в обработку, то мы не дали возможности грибу заселить наш куст. Но может произойти вторичное заражение. Вот вы молодцы, вы за своим виноградником ухаживаете, вы холите и лелеете, а сосед не ухаживает за забором, да, и у него там всё белое и пушистое, в этом самом мельдзи. Да, эта мельдзи может прилететь к вам. И ваши кусты, ну, вполне вероятно, могут заболеть. Но если бы вы ничего не делали, да, у вас уже было бы ничего. А поскольку вы проводили обработки, то повреждения будут небольшие. Ну, и, как по правилу, на молодом приросте, который, в принципе, можно удалить. Что вообще делать, мы через пару минут поговорим. Теперь переходим к аэдюму, мучнистой росе. Как правило, вот сейчас, в такую, опять же, жаркую погоду, она не совсем сухая, но жарко – это тоже рай для аэдюма. Вот особенно, если сухо, прям тоже, он очень любит, да, вот парадокс. Один любит влагу, второй любит суши, какая бы погода ни стояла, да, кто-то из них нам прилетит. Ну, к сожалению, так. Так вот, аэдюм сейчас, в такое время, обычно проявляется на ягдах. И, опять же, вот ролик выглядит это вот так. Но здесь мы видим единичное поражение, абсолютно не критичное. Опять же, чуть позже поговорим, что с этим делать. Это могут быть целые грозди. И мы просто теряем урожай. Да, вот мильдию, чем плохо, да, теряет куст лист и, соответственно, страдает весь при аэдюме. Мы теряем урожай, да, потом он заселяет лозу, потом он может заселять лист. Но для самого растения это не так критично, это больше критично для нас. А так вот, все то же самое. Те же профилактические обработки. Примерно с тем же интервалом, ну, у аэдюма можно чуть-чуть больше. Интервал, потому что, если мы посмотрим, опять же, препараты, например, там, луна, транквилити, фалькон, там период защитного действия порядка 20 дней. Но опять же, производитель говорит, все зависит от погоды. Понимаете? То есть, может быть 20 дней, а может быть меньше. И 100% защиты тоже может не быть. И против аэдюма нам надо провести 4 обработки. Схемы я вам рассказываю. Там можно начинать примерно с 5-го листа, либо если начали перед цветением, то все равно вот эти 4 обработки с интервалом примерно в 2 недели мы должны сделать. Тогда, в принципе, мы можем отдыхать. И если у нас будут какие-то поражения, то они будут минимальны. Если же мы работаем не по схеме, то поражений могут быть больше и проявления болезни может быть больше. Теперь вопрос. Так хорошо. Ну да, мы старались. Мы вроде все делали правильно или неправильно. но пришел сам факт. Растение у нас заболело. Что делать? Смотрите, опять же, в случае аэдюма, если мы почитаем инструкции к препаратам и их действия, то мы найдем не только профилактическое действие, но и лечебное, искореняющее и так далее. То есть аэдюм мы можем приостановить. Единственное, нам обязательно надо смотреть сроки до снятия урожая. Если мне не изменяет память, то вот, например, тот же фалькон, у него там искореняющее действие, лечебное, все как бы классно, но 40 дней до созревания урожая. Если вам эти сроки позволяют, почему нет, у Луны и Транквилити там 20 дней. 20 или 22, как-то так. Ну, тоже лечебное, искореняющее, тра-та-та. То есть здесь препаратами поработать можно. А вот с Мильдио, опять же, если вы возьмете на себя такой труд и начнете искать препараты от Мильдио и читать их инструкции, в 99,9% вы найдете действие профилактическое. Понимаете? Все, когда болезнь пришла, ну, уже там не очень хорошо работает. Ну, я с вами поделюсь информацией, поскольку мне это интересно, да, я много чего искала. Я нашла такой препарат, он называется Эфатол. Производится в России. Купить его можно там и на Вайлдберис. Единственное, что я нашла такую крупную фасовку, я нашла фасовку килограмм. Возможно, где-то он продается более мелкими фасовками, потому что, ну, если раскинуть на маленькие партии, да, на цену обработки, то он стоит недорого. Но сразу купить килограмм, вот у нас в Беларуси килограмм стоит 95 белорусских рублей. Ну, это так, да. немножко бьет по карману. Мы уже использовали этот препарат на нашем винограднике, но пока о каком-то эффекте говорить сложно, надо некоторое время выждать, да, чтобы было видно, проявится болезнь или нет. Тем более, что погода для Мильди прямо идеальна сейчас стоит. И еще у Эфатола срок до снятия урожая 30 дней, соответственно, опять же, мы прикидываем, можем мы сейчас им работать, да, либо не можем. Ну, вот, мы понимаем, что у нас еще 30 дней есть, по крайней мере, на части виноградника, да, у кого-то уже этих 30 дней может не быть, вот у нас Каталония красится прямо на глазах, да, какие-то еще ультра ранние формы могут созреть несколько раньше. То есть, тоже это имейте в виду. Ну, а теперь, нет у вас Эфатола, нет у вас этих лечебных препаратов, да, вообще не знаем, что делать. По мельдю можно пройтись препаратом меди, любыми. Смотрите, да, у препаратов меди прописан тоже большой срок до созревания, но мы же с вами не льем медь на ягоду. Мы льем медь на лист, а медь препарат контактный, он на листике как сел, так там и остался. И никто вам не мешает, даже если на ягоду попадет. Перед употреблением эту самую ягоду помыть, да, это несложно. Это можно сделать. Все пораженные листья мы удаляем, если там маленькое поражение, ну, можно извратиться ножничками отрезать. С другой стороны, если у вас хватает ножничками, может, смысла не стоит, взяли, оборвали поврежденные листья и куда-нибудь их убрали. Лучше даже сжечь. Все, мы убрали источник заражения и после этого обработали. И, опять же, можно обработать и профилактическими препаратами, но вот это вот пылящее обязательно надо убрать. Можно поработать медью, особенно, если близко к срокам созревания. Ну, и, конечно же, термофильный чай. Термофильный чай замечательно, классно работает. Это уже проверено. Ссылку, что такое термофильный чай, как его делать и как он работает, тоже я вам оставлю. Единственный его недостаток. Готовить его надо несколько дней. И, если тут дожди, то после каждого дождя им обрабатывать. Вот оно, вот это самое белое пушистое медью, прям хорошо поджигает. Но, опять же, не надо оставлять эти листья на кустах. Мы посмотрели, что оно подожглось, да, все равно возьмите их, уберите, проведите такую санитарную работу на вашем винограднике. Касательно аидиума. Пораженные ягоды мы убираем. Толку с них особо не будет. Пораженные ягоды сильно трещат, поэтому все пораженные ягоды убираем. Кто-то бывает купает прям гроздей в растворе соды, чтобы как-то убрать этот аидиум. Честно говоря, я особо такого эффекта не заметила. Мы когда-то обрабатывали сывороткой. сыворотка, литр сыворотки, 9 литров воды, пару капель йода обрабатывали, тоже прям заливали грозди. Ничего страшного не будет, это обычная молочная сыворотка. Вроде как неплохо работало. Но опять же пораженные ягодки все-таки лучше убрать, остальное профилактически обработать. Конечно опять же идеально, чтобы ни на лозу не пошло дальше, ни на лист обрабатывать системными препаратами. Но у вас их нет, у вас близятся сроки созревания, вы по каким-то причинам не хотите или не можете их использовать, каждого могут быть на это свои личные причины. Тогда вот сыворотка по соде, я вам не подскажу пропорции, я их не знаю, не помню, в общем-то один раз я что-то попробовала, эффекта не увидела. Сыворотка работает неплохо, но смотрите, что еще классно работает. И в принципе, вот если вы увидели аидиум, берем препараты серы. Что это может быть? Это может быть теавиджет, это может быть гидросера, но вот последние годы я не вижу в продаже, но гидросера дорога, если честно. Аналогичный состав у белорусского препарата по фокалерас, пол-литровая банка, вот последний раз, когда я видела в районе 9 белорусских рублей. То есть средство на самом деле копеечное. Дозировка 40-60 миллилитров на 10 литров, да, то есть это пол-литра, почти на 100 литров хватит обработок. Можно обработаться, а что обработаться. Так вот, препараты серы очень хорошо работают с аидиум, но в жару. Чем теплее, тем лучше они работают. И тут смотрите, еще какой нюанс, если вот совсем-совсем жаркая погода, прям там душ 30 выше и 35, да, у нас какие уже там температурные рекорды были, чуть ли не под 40. Сделайте дозировку меньше, сделайте 40, да, и ранненько утром, вот пока еще не настала совсем жара, через 2 часа серо уже разрушается на листе, через 2-4 дня уже можно кушать спокойно урожай, поэтому этим средством прям вообще хорошо пользоваться, вот когда у нас ягода созревает и надо что-то сделать, надо этот аидиум остановить, а других инструментов у нас нету. Но опять же мы брызгаем не только по ягоде, да, мы брызгаем и по листу, по лозе, потому что аидиум у нас может быть везде. Единственный смотрите нюанс, что по факале раз на ягоде, если вы ягоду поливаете, все это смывается, но если вам ягоду на рынок например, то это надо иметь ввиду, что можно сделать, попрыскать снизу хорошенько землю, потому что сера начинает испаряться и собственно говоря за счет этого и происходит вот это действие. Листья вокруг побрызгайте, то есть если можем себе позволить, то хорошо и по ягодке, а если по какой-то причине не можем, да, вот эстетической назовем это так, то полейте где-то вокруг. Можно еще использовать коллоидную серу, но ее очень неудобно разводить, поэтому проще купить вот препараты, которые я вам назвала. И смотрите еще какой нюанс. Мы сделали все обработки по схеме, да, мы все выдержали, а при этом видим, что где-то у нас ну погода такая стоит, где-то у нас идут немножко болезни и сроки нам позволяют сделать еще обработку. Вот препараты надо поменять. Мы работали одной группой препаратов, надо поменять и не просто по названию, а по действующему веществу. То есть условно, если мы работали топазом, то не надо работать там скором. Это все один класс веществ, да, все все из класса триазолов и смысла такой замены не будет. То есть надо менять на какой-то другой препарат. Ну а если вы пользовались разными, опять же, не по названию, а по классу веществ, то в принципе там уже что есть под руками, либо что с более коротким сроком до сбора урожая, то и применять. И еще часто вы спрашиваете меня по препаратам, а какие препараты нам купить, а какие препараты нам использовать. понимаете, в каждом регионе доступ к препаратам очень разный. Иногда бывает кто-то у меня спрашивает, а вы пользовались там гекатой? Да я вообще никогда о ней не слышала, понимаете? То есть препаратов огромное, огромное количество. Как и что выбрать? У вас есть два варианта. Первый, идем в магазин, только не на рынок, не покупайте на рынках в мелких точках, там чаще всего какая-то шляпа. Да, идем в нормальный садовый центр и смотрим там средства защиты растений, находим по названию что нам нужно, там можно и консультантов спросить, как правило, я по крайней мере сужу по нашей стране, по магазину семена, там придешь, тебе все четко расскажут и упакуют как нужно. Вариант номер два, мы находим компании, которые продают средства защиты растений достаточно крупным фирмам. Дело в том, что эти компании, они же и фасуют более мелко, и нам тоже можно купить такие препараты. В Беларуси таких компаний я по крайней мере знаю две, но в России надо искать, надо смотреть. Еще как вариант заходим на сайт любого производителя. например Сингента, например Байер, например Август. Смотрим препараты, там прям можно выбрать скульптуру, виноград, смотрим препараты и потом ищем где купить. Ну и дальше уже опять же смотрите по отзывам, то есть не на Вайлдберис мы покупаем, не на Азоне, там тоже могут быть хорошие продавцы, но мы не знаем, там нам сложно оценить. А если мы открываем сайт и видим, что компания конкретно занимается средствами защиты растений, что у нее там огромный список, опять же позвоните, грамотные специалисты, а там должны работать грамотные специалисты, они вас проконсультируют и скажут, что от этого, что от этого и помогут вам выбрать. Ну тогда уже заказывайте. И вы часто спрашиваете, чем же обрабатываем мы. Смотрите, в этом сезоне мы работали так. Первая обработка примерно по пятому листу фальконом, потом было две обработки Луна Транквилити и Орвега. Сейчас мы обработали Луна Транквилити и Эфатол, потому что немножко Мильдию полезла, вот обработали Эфатолом. И сейчас еще посмотрим, возможно, сделаем одну обработку Беллисом, потому что вот эта погода непонятная, плюс заболевания, чуть-чуть вылезли, да, это минимум, но тем не менее при такой погоде еще у нас до созревания далеко, поэтому, возможно, еще одну обработку проведем буквально вот в течение недели, да, у Беллисы 10 дней до урожая, так что мы вполне успеваем это сделать. Надеюсь, ролик был вам полезен, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда, обновление его будет к концу августа и наш контакт. И до новых встреч!